Меня не было, была жена, была мама и была работник. Когда ты понимаешь, что ты уже все наступаешь на себя, на свое горло, ты не являешься собой, надо это просто признать. Не надо бояться для кого-то быть плохим, если это касается твоей жизни собственной. Разговаривайте. Самый вообще простейший и сложнейший совет одновременно. Если мы будем думать, что не в деньгах счастья, то я полностью не согласна. Деньги для счастья. Открывая кошелек, либо прикладывая карточку, ты задаешь себе внутренний вопрос. Это плюс мое счастье или минус? У меня не было примера, который бы позволил мне не бояться старости. Потому что мы можем, конечно, сделать лицо на 20 лет, но в глазах-то должна быть мудрость уже к 60. Женщин — это могущество. Мир сегодня зависит от нас. Дорогие друзья, всем привет. Меня зовут Ольга Чебыкина, и вы на канале «Женщины». Очень рада вас приветствовать новых наших подписчиков и тех, кто уже давно с нами. Если вдруг только зашли на канал, не забывайте подписаться, чтобы не пропустить уведомления о свежих выпусках. И не забывайте про наш чрезвычайно полезный и интересный телеграм-канал. Всегда в телеграме дополнительная информация, розыгрыши, какие-то подарки для вас. Ну и масса бесценного женского общения, которому, кстати, сегодняшняя беседа и будет посвящена. В гостях у меня Ирина Шабанова. Ирина, привет еще раз. Да, привет. Так логично, как-то закономерно, плавно распределились темы наших бесед. Это в конце предыдущего выпуска, где мы с тобой говорили о здоровье. Очень мы как-то мягко так перешли к теме женской, к теме самоощущения, с чего все начинается. Сегодняшний наш выпуск о женском сообществе, любви к себе и выборе себя. И выпуск королевский. Да, мы назвали про себя этот выпуск королевским, потому что будем говорить про то, что каждый из нас королева. Но прежде чем прийти к такому прекрасному состоянию, я еще раз комплимент твоим сережкам должна сделать, они меня загипнотизировали еще за кадром. Прежде чем чувствовать себя королевой самодостаточной, здоровой, счастливой, полной жизни и энергии, разные этапы мы проходим. Можно ли почувствовать себя королевой, не пройдя путь от золушки, если образно говорить? Я думаю, что можно, наверное, если примером будет королева ряда. Меня жизнь, наверное, вывела на эту тему. Потому что я уже говорила, что в 59 лет я не знала, что дальше. И я задала себе вопрос, потому что бизнес, да, он деньги приносит, но удовлетворения такого полного не было. И поэтому я задала вопрос, а что дальше, а что я вообще хочу. И через год, когда случилась поездка в Японию, я подарила ее себе сама на 60-летний юбилей, у меня как раз был запрос, что дальше. Назвала эту поездку эстетической медитацией, потому что японцы, конечно, молодцы, они самой кривой какой-то, еле сделают такую красоту, чтобы их глаз не отвести. Ну, и с палки, и кибана сразу же, конечно. И это был период цветущей сакуры, и это было вот нечто потрясающее. И там я поняла, что моя миссия — вдохновлять. Я вспомнила, что те страхи, которые у меня были в 40, даже чуть раньше, у меня не было примера, который бы позволил мне не бояться старости. Мне этого очень не хватало. И когда я поняла, что вот моя миссия — просто показывать, раз ты уже дошел в эту жизнь, и показывать, что это возможно, даже своей собственной дочери показать, как. И тогда понятно, тогда можно не воспитывать детей. Теперь внучку мне не надо воспитывать ей 15 лет, она вот понимает, что такое вот это ощущение. Но если примера нет, наверное, невозможно. Супер, про это сегодня обязательно поговорим. Но я хочу немножечко нас назад откатить, к тому моменту. Вот мы затронули многие аспекты. Изменения карьерные. Понятно, что когда ты в юности в 17 лет не боишься работать дворником, да, но с другой стороны ты и в 45 не боишься закончить финансовую крутую карьеру и пойти в никуда, а потом пойти в сетевой, столкнуться где-то с обманом, с разочарованием, найти для себя подходящий выход, сделать и там карьеру, потом реализовываться как спикер уже, как наставник. Это потрясает. Поговорили немного про детей, сыновья, дочка, как-то тебя меняла. Про мужа тоненькой-тоненькой такой ниточкой все проходило. Хочу спросить про вот личную жизнь, жизнь с партнером, вот насколько возможно приоткрыть эту сторону твоей жизни, насколько она всегда была гармонична или были дисбалансы, совпадали ли ваши семейные дисбалансы с твоими личными кризисами, как вот это все выстраивалось, потому что королеву невозможно без королевства, как минимум, а как максимум без короля, наверное. Я, наверное, не поверю, если кто-то скажет, что идеально прошли все годы жизни у кого-то. Я точно не поверю, у меня таких примеров нет, не в моей жизни. Я не поверю, наверное. Другое дело, что у меня такое убеждение, что не просто так мы выбираем именно этого мужчину. Я прям вот знаю, зачем мне он нужен был, да? Первый вариант, это чтобы дети красивые были, как я уже сказала, да? Но второй вариант, именно этот мужчина учил меня любить себя, потому что мы вообще должны были развестись первый год нашего брака. Мы 10 лет учились в одном классе, а когда поженились, я на самом деле почти каждый день плакала. Ты что? Да. Потому что, ну вот я сильная всегда была, принимала решения. Он домостроил такой. И получается, что я что-то хочу сделать. Ну, элементарно. Я переставила холодильник, что-то мне хочется менять что-то. Он пришел, возмутился вообще, что такое. Я к тому, что меня он стал строить. Я понимаю, что либо я вот буду не собой, а любовь, или разводиться, что делать. Ну, я выбрала такой вариант, но я сдалась. Я стала идеальной женой, идеальной мамой. И вот пока ребята мои подрастали, я в эту роль играла. Ну, и работница, и хорошая. Да, работником, хорошим, исполнителем. Вот я была такой. Служебную роману, вернись в дом, в семью, в работу. То есть меня не было, была жена, была мама и была работник. И когда первый кризис, вот такой очень серьезный был, это как раз в 35-ти годах, по-хорошему мы должны были разойтись, потому что это было очень серьезно, прям совсем. Более того, мы полгода жили в Розе, и такой был период. Но потом вот как-то все-таки разрулилось. Я пошла на компромисс, он пошел на компромисс. После этого у нас родилась Маша, в 40-х. Хороший компромисс. И потом еще было дважды, когда ты понимаешь, я просто стала понимать, что вот так не хочу, чтобы было. Если мы не знаем, как мы хотим еще пока, мы можем, по крайней мере, сказать, озвучить, а как я не хочу. И когда ты понимаешь, что ты уже все, наступаешь на себя, на свое горло, ты не являешься собой, надо это просто признать. И не бояться это признать. Если я понимаю, что это проверка отношений, и я ни разу не пожалела, что у нас были эти сложные периоды, потому что это действительно проверка отношений, и отношения всегда выходят на другой уровень. Но замалчивать, играть, обижаться, недовольным быть, и терпеть это все жить, это просто нельзя, категорически нельзя. Это разрушает обоих партнеров. Поэтому я благодарна очень моему мужу, что он вытерпел меня, потому что с манифестором жить непросто. Более того, я узнала потом, что он проектор. Я потом сказала, не инициируй. Жди приглашение. Мы стали играть в эту игру. Было весело. Очень важное сейчас нужно услышать, потому что, когда смотришь на расслабленную, довольную собой женщину, тебе кажется, ну, конечно, там, и отсыпали даров, мудрости, все гладенько, как-то ровненько. Детки рождались, замуж за одноклассника по любви, он самый красивый. Ты потом поняла, что ты тоже самый красивый. Все-все-все. А на самом деле вот так происходит. Это просто жизнь, живая жизнь. Ты движешься, ты тут уступил, ты там уступил. Что-то допустимо, что-то обязательно нужно делать. Но в какой-то момент ты понимаешь, что нет. Это уже критический объем уступок. Я уже превращаюсь в другого человека, в другую личность. И я не могу это допустить. Но в любом случае самое важное. У каждого человека есть свой стержень. И мне кажется, жизнь, это когда ты идешь, и вот пирамидки собираешь, на этот стержень нанизываешь. И важно, чтобы эта пирамидка туда вошла. А мы ведь этого, как правило, не делаем. Этот стержень, он пустой. И мы помогаем, может быть, всем подряд, теряем себя. Это печально. В моей жизни был очень сложный период, когда вот как раз это случилось. Мне нужно было выбрать, быть плохой для кого-то. А для кого? То есть вот это такая, знаете, беда, наверное, хороших девочек особенно. Да. Когда мы хотим быть хорошими. И мы доказываем, начинаем доказывать. А иногда нужно принимать решения не совсем простые. И, ну, после таких ситуаций ты выходишь совершенно на другой уровень. У тебя такая сила появляется. Не надо бояться для кого-то быть плохим, если это касается твоей жизни собственной. Даже если это твой муж и твои дети? Да. Даже если это муж и твои дети. Потому что если у тебя вот за пазухой нет камня, то и муж, и дети все это поймут, и все это разрешится. А может быть и нет. Может быть и нужно разрывать что-то, какие-то связи. Что, по крайней мере, тебя делают несчастной. Сейчас я совершенно спокойна. То есть если я знаю, вот у меня позиция такая, я понимаю, что дальше отношения, они действительно будут меня разрушать в первую очередь. То я высказываю свое мнение. При этом у меня нет ни обиды, у меня нет никаких эмоций негативных. Я люблю этого человека. Он, в конце концов, уже почти родственник. Когда ты с этой стороны объясняешь ситуацию, то есть просто не доказываешь, а объясняешь свою позицию. Почему так? То, мне кажется, второй человек, он, если он адекватный, он это поймет. Уже другое дело, примет, не примет. Разговаривайте. Самый вообще простейший и сложнейший совет одновременно. У тебя была такая классная формулировка. Мы уже поговорили, что понятно, и в 40 лет жизнь только начинается, и в 50 может только начаться. И в 60, на 60 лет ты упомянула про путешествие в Японию. Потрясающий подарок себе. Не знаю, можно ли было придумать лоучей. И ты подарила себе год активной жизни. Чем еще ты занималась? Что еще это было? Я занималась театральной импровизацией. О! Более того, три курса было, и я одна из девочек дошла до конца. И мы даже выступали на сцене, это было семь парней, и я одна. Все девчонки, они как-то растерялись по дороге. Ребятам было до 30. И я думаю, как вот... Они говорят, давайте дальше, давайте продолжим. Я думаю, ну, в каком качестве? Я что хотела, уже сделала. В итоге я ушла, и группа развалилась. Обалдеть. И вот я до сих пор не понимаю, как важно мальчикам, мужскому коллективу, как важно присутствие женщины. Скрепляющие вот эти бульки. Да, да. Вот это очень важно. Английский язык пошла изучать. Стала ходить по сообществам, бизнес-сообществам. Вот тоже интересная такая струя. Сначала я познакомилась с такими ребятами в бизнес. Это клуб Бистос. Потом там же меня пригласили девочки участвовать в конкурсе красоты развития смарт-квин. Я сначала чуть ли не пальцем мою виска покрутила. Я говорю, где я, где конкурс красоты, вы о чем? Ну, и там анонимно объяснили идею проекта, который мне очень понравился, что это такой трансформационный проект для женщины, где она может рассказать о себе, о своем деле. И я туда пошла участвовать, рассказать о красивом взрослении. Потому что я понимала, что моя тема вдохновлять именно своим примером, чтобы не бояться морщинки, старости, не тратить на энергию, на переделывание себя, открывать себя и радоваться. я перестала красить волосы, стала естественной, натуральной, никакие инъекции вообще никогда не делала. Внутри витаминчики, хороший уход, хорошей косметикой. Массаж иногда этого может быть вполне достаточно, чтобы выглядеть на свой возраст. Потому что мы можем, конечно, сделать лицо на 20 лет, но в глазах-то должна быть мудрость уже к 60. Это будет такой дисбаланс. И когда я пошла на этот проект Smart Queen, получилось, что пошла, чтобы рассказать о красивом взрослении, а в итоге привезла главную корону Петербург в своей возрастной категории, то есть с 45 до 65. И тогда я поняла, что моя миссия расширяется. То есть ты выиграла конкурс красоты в возрастной категории от 45 до 65, пойдя туда просто за таким экспериментом и опять же просветительской такой миссии. Это просто потрясающая история, но ты же на этом не остановилась. И моя миссия расширилась, и я поняла, что я не просто хочу вдохновлять своим примером, я хочу объединять таких, искать, объединять женщин, которые уже тоже хотят это делать. И, кстати, после этого ко мне пришла в бизнес, в команду Любовь Отчинникова. Это вообще звезда, звезда Ютуба. Женщина потрясающая. Я просто ей восхищаюсь, она немножко меня моложе, но мы сейчас вдвоем вообще такой даем фору. Наши девочки смотрят на нас и тоже хотят, хотят, хотят. Но еще кроме этого я создала такое сообщество Королев. Многих шокирует это название. Потому что Королев, говорит, что сейчас так это избито. А я-то увидела идею разбудить Королеву в каждой женщине. То есть не смысл одеть корону. Я участвовала в конкурсе и пришла, разговаривала с женщиной и она говорит, это мой седьмой конкурс. У меня семь корон уже лежит в шкафу. С какой целью женщина идет, участвует в этих конкурсах? Для того, чтобы в очередной раз доказать себе или мужу или кому-то, что она Королева? Вопрос. Или она распаковать хочет, себя явить миру. Так это же мы с тобой за кадром говорили, ведь про любое обучение для чего идешь? Чтобы поучиться, чтобы на стеночку очередной диплом повесить или получить ключ, ответ на какой-то вопрос, пока для тебя неразрешимую дилемму, проблему, задачу, раз ты получил новое знание и дальше на следующий уровень вышел. Люди, конечно, две категории делятся. Я считаю, что женщина это могущество. И сегодня вот эта женская тема в правильном ключе, она настолько важна, она настолько актуальна, что мир сегодня зависит от нас. Будем ли мы жить или не будем, что будет с нашими детьми. Напуганная, потерянная женщина, это все это развал всему, начиная с семьи. Моя идея это вот как раз возрождение вот этой женщины, которая недостигаторша и несется непонятно куда, сбивая все вокруг, которая самодостаточна и понимает. И ей хорошо одной, ей хорошо с мужем, ей хорошо с детьми, ей хорошо и без детей, и просто хорошо. И она знает, куда она идет. К тебе можно попасть? Каких девчонок ты ждешь? Вот тем, кто сейчас отозвалось, откликнулось, там есть возрастной ценз верхний или нижний? Я никогда не приветствую возрастной ценз. Тогда не будет вот этой преемственности. Согласна. Тогда молодые девочки не будут видеть примера. Мы поедем, например, на йога-семинар. У нас молодые девчонки. Самая маленькая это моя внучка, у нас 15 лет, она везде с нами. И она впитывает уже сейчас, она смотрит, как мы с Любой стоим на голове и ходим по стенам. Она же это видит, и ей уже сидеть, и лежать уже как-то не садимно. И она понимает, что в 60 лет это нормально. То есть это должна быть обязательно коллаборация такая серьезная. Вот поэтому мы такое сообщество и создали, где всем есть место и предпринимателям, и творческим личностям, и всем, и мамам тем же. Более того, это же в одной женщине все может совмещаться. Конечно. Оно так и должно быть. Ведь есть такая тема, я очень люблю про греческих богинь. То есть мы можем играть роли разной богини, быть мамой, женой, как я рассказывала в начале, Артемидой, Афиной. Но в принципе мы стремимся так к Афродите. Афродита это любовь. Это и есть безусловная любовь, которую мы все ищем на самом деле в этой жизни. Но, кстати, у нас на канале женщины есть классный плейлист с Полиной Завьяловой. Мы как раз сделали по архетипам греческих богинь. Но одна Афродита, когда только Афродита в тебе проявлена, это тоже пример такой, ну, достаточно парящей в облаках такой немного инфантильной женщины, которая вот зациклена на вот этом женственном своем парении. Ее должны заземлять вот эти более такие как бы рациональные архетипы. Это все очень интересно, очень классно. И когда впервые Полина много лет назад мне сказала, что богинь семь, и я говорю, почему я должна выбрать одну? Я хочу, чтобы у меня было все семь. Она такая, бинго, ты не знаешь ничего, сразу поняла суть. Они все есть в нас. Но для меня Афродита именно такая, да, то есть не богиня, а любви в понимании, да, в общепринятом, а именно любви, когда там заключено все. Ну, вселенское такое всеобъемлющее, да. Да, да, да. Поэтому я... Да, не женское. Круто! Сообщество королев мне уже нравится. Тоже смешной мем встретила, говорит, как у вас с самооценкой? Говорит, все нормально, мы цари, люди скромные. Забирайте себе, если кому-то вдруг немножечко такой электрический разряд нужен был, чтобы как-то подключиться к нашим рассуждениям, чуть-чуть проснуться и задать себе вопрос, ой, а я ли не королева? Очень в таком бытовом примере. Однажды я... Это было еще во времена карантина. Мы полетели с мужем как раз в театр. Я полетела в шляпе. И я захожу, у меня такое пальто, шляпа, причем очень красивая, с такими полями вниз опущенными, винтажные украшения на ней, такое перо небольшое, ну, то есть полный неадекват, конечно, ну, в аэропорту, мы понимаем, да? Люди надевают спортивную вот одежду, чтобы как бы чемоданы грузить, так сказать, я иду вся такая вот, значит, в шляпе. Мне открывали дверь сотрудники аэропорта, меня пропускали везде, пожалуйста, проходите сюда, ой, здесь не работают, а пройдите через эту рамку, чтобы вам не стоять в очереди, я понять не могла, что происходит. Можно сказать, что дело в шляпе, но, конечно, не только в ней, а в том, как этот, в том числе, атрибут помогает тебе себя нести. Девчонки, дело все в состоянии. Ну, опять же, да, дело все в энергетике, да, и если ты уверена, если ты знаешь себе цену, ты будешь излучать эту энергию, ты будешь находиться на вибрациях, которые, конечно, очень круто в них находиться. Ну, и опять же, давайте представим королеву, которая тащит за руку своего ребенка, кричит, ругается с мужем, да, и что она там еще может делать. То есть, вот настолько, вот уважение к себе, да, забота о себе, это очень, очень важно для женщины. Поэтому я хочу пригласить девочки, неважно, сколько вам лет, 20 или 70, или 80, или сколько угодно, вы можете в сообщество королев войти, и какая-то полезная информация уже может быть вам пригодится. И, кстати, вот почему важно сегодня объединяться? Потому что в одиночестве, в одиночку ничего не сделаешь. Это просто нужна поддержка, моральная, физическая, неважно какая, но кто-то должен быть не только примером, но еще скажет, ты молодец, поддержать тебя, доброе слово сказать. В описании к этому видео будет ссылка, вы сможете все почитать про сообщество, какие есть интересные программы, вы живые встречи проводите в театры, ходите, йога-туры устраиваете, то есть масса всего, я уверена, это такое сферическое развитие, я называю это стать ренессансным человеком, немножко Леонардо да Винчи, да во всем, и в искусстве, и в культуре, и в этикете, и вот в чувственности своей растешь, развиваешься, и ты становишься совершенно неуязвим для грубого слова, девчонки, просто поверьте. Да, но здесь важно еще такое, да, мы не улетаем в облака, в небеса, мы прочно стоим на ногах, потому что здесь и я провожу достаточно серьезные такие марафоны, тренинги, вот один из моих любимых, это Космос внутри нас, марафон, где 21 день, мы работаем, на то же слово такое распространено, распаковка, но, наверное, так и есть, то есть о чем я, и там каждый день задание выполняем тоже группой, когда это делать, ну, интересно. После трех недель ты понимаешь вообще, какая твоя истинная цель, предназначение, что ты хочешь от этой жизни, ну, и простые инструменты, которые позволят двигаться. Очень красивое название Космос внутри нас, говорящие на самом деле, как Ирина Хакамада мне в свое время в интервью сказала, она говорит, ну, Тибет же внутри, то есть я говорю, вот нужно паломничество куда-то пойти, что-то попробовать, через какой-то ритуал познать себя, она говорит, не нужно, а можно, ну, вообще-то Тибет внутри, и Космос внутри нас, ищите, изучайте, путешествуйте, там много всего открывается, это потоковая какая-то, то есть это можно присоединиться не так, как сообщество, какой-то старт есть. Марафон, который я вот третий раз октября, первый марафон я сделала такой пробный, бесплатный, а второй, уже не пробный, но бесплатный, потому что случилось вот то, что случилось у нас, и я понимала, что это мой вклад для того, чтобы поддержать девушек, потому что я увидела, как много психологически было падений, я второй, тоже такой, можно сказать, благотворительный марафон провела. Сейчас это будет платная история, потому что понимаю, как важно, чтобы был обмен, иначе это все может не работать. Ты отдаешь, и ты тоже обязательно должна получить. Более того, я уверена, что ты увидела, как эти результаты прорастают в девчонках. Очень круто. Я просто, ну, понимаю, как это работает, но все время удивляюсь, когда вижу результат. Поделись какими-нибудь инструментами, которые ты в том числе применяешь, из тех инструментов, которые особенно помогают тебе, и ты видишь хорошие результаты у девчонок. Самый простой, незатратный, без денег, да и времени там особо не надо, там 10 минут утром, это утренние страницы. Точно, абсолютно подтверждаю. И я хочу рассказать один лишь пример. Ко мне пришла женщина, достаточно такого возраста, и там были отношения с мужем такие, уже вот, ну, ненавидели друг друга, по-другому не скажешь. Я говорю, давай, хочешь решить? Это невозможно. Я говорю, давай попробуем. Это невозможно. Ну, хорошо. Но уже же хуже не будет, уже максимально плохо. Месяц можешь уделить это время, 10 минут в день. Ну, хорошо, что нужно делать? Я говорю, ты пишешь утром, я себя люблю, и я люблю мужа по имени. Ты просто пишешь три страницы вот этих слов. Посмотрела она меня, думаю, какая глупость, да? Ладно. Через месяц, где-то через полтора мы с ней, когда встретились, я увидела совершенно другую женщину. Она была такая вот расслабленная, то есть у нее не было вот этого сгустка, какой-то черноты внутри, которую я ощущала все время. И я не стала у нее ничего спрашивать при разговоре, и вдруг она рассказывает, вот собралась туда ехать, мне там, не помню, как уже имя, например, мне там Хулиас брал чемодан, и она даже забыла. Мне больше всего, что нравится вообще, когда мы идем такими спокойными, маленькими шагами, человек вообще забывает. Так же, кстати, и по здоровью. Вот приходит человек решать задачи, там через год спросишь, как у тебя? Ну, нормально, ну, все. А то, что год разваливался, он даже забыл. Да, да. То есть наша такая психика, да, она... То есть она уже, как нормально, с ней вместе едем, куда-то собираемся. все это, и как будто не было. Вообще, любовь творит чудеса. И можно ходить к психологу и вытаскивать, вытаскивать, вот эти все программы, вот эти все неприятности с детства, можно все время кормить энергией, вот, прошлое. а можно поставить черту и наполнять, наполнять, наполнять себя любовью и тогда все эмоции постепенно. Ну, любовь вытеснит это все из тела, из твоего, из твоего сознания. И все. И это очень просто. Месяц. Попробуйте, попишите три страницы, только обязательно три страницы. Потому что там такая интересная штука, полторы страницы ты пишешь умом, ну, ты вот, а дальше уже включается подсознание и ты просто уже напрямую даешь туда, где-то запускаешь. Не могу не спросить еще у тебя про тему денег. Это тоже задача очень востребованная у женщин в том числе. Мне очень нравится в тебе вот это гармоничное состояние, когда у тебя есть и финансовое образование, и большой финансовый опыт. То есть, эту тему наверняка вы тоже прорабатываете, чтобы не только, опять же, Обязательно. Ну, это тема личных финансов, она входит в этот курс тоже. И обязательно даю ее, потому что мы стоим все на ногах, в материальном мире живем. И если мы будем думать, что не в деньгах счастье, то я полностью не согласна. Деньги для счастья. Вот это моя идея, которую я тоже пропагандирую. У нас есть вот такое количество денег, мы живем на это количество денег. Мы вот получаем еще что-то, мы опять выживаем на это количество денег. Мне очень понравилось, мы когда были с тобой на семинаре у Нурлана, часто человек хочет пробить потолок, а задача-то поднять пол. Поэтому я к деньгам отношусь как, опять же, точка B, куда включается и здоровье, точка B. То есть мы берем здоровье, как духовное, социальное, физическое благополучие. И вот если я себя увижу в точке B, а потом еще возьму и все это переведу в деньги. То есть сначала я увидела, в какой я одежде, как я себя ощущаю, может быть, мне нужно чему-то обучиться, еще что-то. И я посчитаю, а сколько это денег, вот сколько денег стоит мое счастье. И тогда мы можем понять, какую цель финансовую ставить. Не те миллионы, которые обещают в сетевом маркетинге или на каких-то там бизнес-семинарах, где крышу сносят у людей, да, а реально лично для меня, что для меня важно сегодня и сейчас. Насколько я могу заглянуть там через год или через пять, не все, понимаете, работают на краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных. Не всем это надо. Конечно. Кто-то может поставить цель через месяц чувствовать себя телом лучше, но это будет реальная его цель. Оценить это в деньги, перевести это в деньги и поставить вот эту цель финансовую. Дальше посмотреть, проанализировать, а сколько у меня сегодня есть. То есть анализ провести. Вот между этими точками, да. И посмотреть, а сколько мне не хватает. И мой опыт показывает, что не такая это большая сумма. Потому что, если мы будем говорить про истинные цели, нам еще научиться надо мечтать и ставить их. И получается, либо эта сумма уже есть, но мы ее не туда просто спускаем. И можно тогда высвободить на вот как раз плохие привычки, еще что-то. Мы просто разумом своим понимаем, да у меня же уже все есть. На самом деле много же таких вот штук, когда считают, сколько, если ты куришь, сколько ты сигарет в день выкуриваешь, сколько ты за год выкуриваешь, порти при этом свое здоровье, сколько ты выпиваешь вина, сколько, например, ты тратишь на бензин или на такси, или на машину, а ты ходишь пешком и ты за год посчитай и отсутствие, например, страховки за премиальный автомобиль. Да, да, так вот это можно просто посчитать и никак не понять, да, а если ты поймешь, оно входит в сферу твоих ценностей, ну, например, пирожное в день, да, с кофе, это удовольствие это приносит тебе радость и счастье, или это минус здоровье, а ты пишешь, что для тебя ценность здоровья, то есть, получается, человек осознанно видит и тогда открывая кошелек либо прикладывая карточку ты задаешь себе внутренний вопрос это плюс моё счастье или минус и вот мы приходим на осознанную жизнь, когда не надо себя строить, не надо бороться, не надо доказывать ничего, ты просто берешь ответственность. Классный инструмент, вот каждый потраченный рубль, тысячи рублей, десяток тысяч рублей, сотни тысяч рублей, это плюс или минус, я своё желание или желание там социума, истинное или навязанное, вообще красота, у нас две книги твои лежат, я всегда испытывала пиетет перед теми людьми, кто написал книгу, столкнувшись сама с писательским опытом, это очень сложная работа, безусловно, её нужно делать только из-за забилия, когда из тебя изливается, у тебя уже три книги как минимум вышло, потому что одну мы разыгрывали, да, сетевой не для всех, расскажи, пожалуйста, про эти книги, сразу скажу, что нужно писать хочу книгу, мы не будем для вас делать сложные конкурсы, их разыграем для наших зрительниц, кому они показаны, про что, для какой женщины. Вот эта первая книжечка, счастье быть женщиной, она родилась в Париже, вот опять же, в моём бизнесе в основном женщины, и всегда на каких-то выездных, семинарах, мероприятиях я собирала женщин, и мы вот говорили на девичьей теме, а мужчины, они за этим наблюдали, и все время спрашивали, Ир, когда ты будешь шабаш свой устраивать, я хочу жену там отправить к тебе. Женщины менялись, это было видно, мне просто очень захотелось поехать, я люблю этот город, люблю просто полететь, погулять. Мне очень захотелось поехать в Париж, поехала, я захотела в Японию, поехала. Я поняла, что мне нужно, вот, было такое жгучее желание изложить, она маленькая, она просто, вот, ну, о любви, да, о любви. Я поняла, что вот я просто хочу поделиться с девочками, рассказать свою историю через себя, потому что прошла, и, кстати, вот эту книжечку у меня покупали именно мальчики для своих мам, для своих жен, ну, это 2014 год, первая моя потребность была, а потом в 21 году, вот, когда тоже случилась пандемия, вот, сели дома, я увидела, как женщина стала терять энергию, как страх стал закладываться, мне была потребность написать, вот, это такая маленькая, она специально сделана, чтобы сумочку, с собой можно было носить, да, но это триминг, то есть там как раз есть упражнения, те, которые, простые совершенно упражнения, которые можно выполнять, и давайте, чтобы не гадать, потому что это же целевой запрос, это же разные запросы, у нас есть две книги, счастье быть женщиной, пишите, если вы хотите эту книгу, и будь всегда счастливой, это как раз уже книга, такая полная инструментов, да, здесь, ну, тренинг, да, это личная история, это тренинг, пишите, пожалуйста, какая из книг вам нужна, потому что это ценный дар, это большой вклад будет в вашу жизнь, в решение вашей задачи, конечно, пишу там пожелания, ой, да, здорово, смотрите, пишите комментарии, хочу книгу, одну или другую, через 10 дней мы рандомным способом определяем победителей, пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм, всегда там будут победители наших конкурсов, либо же приходите снова на наш ютуб канал, и в закрепленных сообщениях будут результаты розыгрыша, мы с вами свяжемся, узнаем ваше имя, и напутствие от автора, это тоже очень-очень сильный посыл, такое благословение от автора к читателям, с подписью автора, это сильнее, мощнее, и у меня есть люди, которые специально присылают нам книги, чтобы я подписала, приходят парни для своих девушек подписываются, напиши тут с днем рождения, или напиши там все получится, это все очень трогательно, я абсолютно в это верю, поэтому не упускайте свой шанс. Ирина, дорогая, я тебя благодарю за твою текучесть, за твою мудрость, за твой идеальный, изумительный тембр голоса, ты знаешь, настолько ты меня успокоила, гармонизировала, потому что я немножко как бешеная белка иногда бываю, и мне очень важно соприкасаться с вот такой благородной, спокойной женской энергией, я думала, что это все чувствуется и через экран, напоминаю, что в описании к этому видео есть все ссылки на сообщество, на марафон, на твои социальные сети, пожалуйста, если вы чувствуете, что это окружение, которое ты уже бережно, заботливо, много лет создаешь, может вам помочь, наполнить вас, и вы можете стать достойным вкладом в это сообщество, не пренебрегайте этой прекрасной возможностью. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Оля, что пригласила, я очень счастлива, что у нас три получилось интервью, и таких разных, и таких теплых, я надеюсь. Именно так, благодарю. Хочу подарить тебе, сделать такой подарочек, в NSP есть не только БАДы, есть еще косметика, и вот это вот последняя наша такая новинка, эта сыворотка сделана во Франции для NSP. Я думаю, ты оценишь. Спасибо огромное. Какая это волшебная, вообще волшебная косметика, которую я очень люблю, и вот хочу, чтобы ты получила удовольствие. Спасибо, мне очень приятно, очень красивая, нежная упаковка, мне всегда нравится, вот без излишеств каких-то все, стильно и здорово. Обожаю подарки, обожаю подарки, принимаю с большой благодарностью и уверенностью, что все во благо. В телеграм-канале «Женщина» будет для вас отчет о моих впечатлениях об этой сыворотке. Спасибо, дорогая. Почему-то я так чувствую, что не в последний раз с тобой увидимся. Ох, и мы еще будем встречаться, я тоже знаю.